привет вы на канале viva decor и сегодня снимаем видео как сделать большой ростовый пион из фоамирана пион будет диаметром 70 сантиметров давление такого пиона используется фоамиран толщиной 2 миллиметра основе техники сборки такого цветка вы также сможете сделать цветок светильник просто добавив электрическую часть и на и не забывайте что фоамиран плохо пропускает свет и если вы будете делать светильник такой формы использовать для этого изолом приступим для создания такого цветка нам понадобится прежде всего пластиковая основа это низко диаметром и 1 12 сантиметров и верхняя часть 20 сантиметров понадобится металлопластиковая труба диаметром 26 миллиметров вместе с помощью паяльника делаем дырку необходимого диаметра для того чтобы вставить металлопластиковую трубу уже после того как вы прогрели пластик ну буквально 5-10 секунд действительно очень быстро все это плавится корректируйте размер диаметра отверстия чтобы туда пошла труба понадобится фоамиран толщиной 2 миллиметра я использовала двух оттенков это будут большие листья и для внутренней части фоамиран тоже 2 миллиметра другого цвета я под рукой не было фоамирана нужного подходящего мне зеленого цвета я буду использовать зеленый колер то есть белый фоамиран я буду красить для серединки цветка в зеленый цвет и из серединки цветка я также окрашу более ярко выраженным желтым цветом совсем слегка для того чтобы лепестки просто были более интересными придание прожилок мы возьмем зубочистку нам также понадобится спрей краска для того чтобы тонировать лепестки лаком на которую мы будем крепить большие лепестки чтобы они хорошо держали форму без ножниц как всегда никуда ну и как обычно пистолет с горячим клеем и строительный фен строительный фен и пистолет с горячим клеем вот все инструменты практически в сборе можно приступать больших лепестков вам никаких дополнительных приспособлений не понадобится а для формирования серединки вы можете использовать или трубу или тарелки о которых мы уже говорили в предыдущих видео ну а я буду использовать свой венчик с нарезки лепестков лепестки у нас будут двух видов первый вид сердечко для того чтобы вырезать лепесток мы складываем фоамиран пополам фоамиран у нас размером 30 на 30 сантиметров и как обычно отрезаем уголок немножко закругляем и делаем сердечко вот наше сердечко это будет лепестки первого вида делая лепестки 2 вида вы можете включить свою фантазию на полную мы также складываем фоамиран пополам только вырезаем из него каплю сначала мы вырезаем такую капельку достаточно широкую и здесь уже как вам нравится я вам покажу как вырезала я все усложняет использовать какие-то особые шаблоны хотя в некоторых случаях они нужны без них никуда ну это не тот случай здесь красивый цветок можно сделать даже без шаблона то есть сложили пополам капельку и начинаем вырезать у нее вот такую серединку затем вырезаем еще одну наверное правильнее сказать не то что мы вырезаем серединку просто фигурно обрезаем края у капельки все вот сделала таким образом еще раз сложили пополам сделали надрез здесь и отсюда фигурно вырезали листик дальше то есть получился например такой листик вот эти края можно оставлять острыми тоже будет красиво можно делать листики совершенно разными у этого цветка 20 больших лепестков где-то половину лепестков я делала такой формы и половина такой и пистки которые мы используем для серединки мы также складываем пополам и вырезаем капельку эти лепестки напоминаю будут окрашены зеленый колер вот такие будут лепестки которые в самой серединке и желтые лепестки также складываем пополам также обрезаем уголок и делаем капельку и здесь делаем то же самое что с большим лепестком вырезаем серединку и вырезаем закругляем ее краю то есть вот у нас такие формы лепестков большие два лепестка и маленькие лепестки на больших лепестках мы будем делать прожилки прожилки будут делаться с помощью зубочистки это все очень просто берете зубочистку листик и начинаете делать произвольной формы вот такие не сильно надавливая но в то же время чтобы оставались следы когда вы тонируете фоамиран эти прожилки окрашиваются более интенсивно и получается гораздо красивее лепестки чем если их не делать скажу вам ближе прожилки получаются вот такими так выглядит лепесток для этого мы берем спрей краску я буду брать два вида чтобы придать светлее оттенок и темнее про и краску и идем в проветриваемое помещение для того чтобы покрасить лепестки краски изолона очень важно чтобы это было или резиновая краска или акриловая эмаль когда вы имеете дело с фоамираном то тип краски не очень важен на нем хорошо держится практически любая краска по крайней мере всеми красками которыми я пользовалась я осталась довольна так обратите внимание после тонировки лепестки уже выглядят интереснее то есть вот лепесток без тонировки и вот уже он с небольшой тонировкой то же самое и вот эти лепестки лепесток без тонировки этот с тонировкой если вам не нравится вариант окрашивания спреем краской вы можете тонировать лепестки с помощью спонжика и пастели эффект получается разные ну тут дело за вами как вам больше нравится как вам удобнее даем лепесткам форму мы это будем делать исключительно руками включаем строительный фен или может кто-то пользуется печкой нагреваем лепесток и вытягиваем такое вытягивание создает сразу объем лепестку то есть он сразу смотрится по-другому более интересным вытягиваем его несколько раз сначала по середине потом справа и слева то же самое с этой стороны так вот выглядит лепесток и прогреваем и вытягиваем его с противоположной стороны вот так также можно обработать немножко его кончики вот такой у нас получился вариант лепестка берем второй лепесток другой формы делаем то же самое прогреваем его посередине когда вы будете растягивать его посередине старайтесь это делать аккуратнее потому что за того что здесь большие прорезы вы можете его оторвать то есть лучше вот здесь придержать пальчиком и тянуть уже вниз то есть не с самой верхушки лепестка вот с этого места потому что если отсюда он здесь порвется очень часто по крайней мере такое бывает также растягиваем лепесток с этой стороны и с этой амиран очень послушный материал с ним можно делать все что захочешь экспериментируйте вырезаете разную форму лепестков растягивайте по разному и обязательно какая-то из этих форм станет вашей любимой вашей особенной настала очередь приклеивания проволоки это нужно делать обязательно потому что толщина 2 миллиметра у фоамирана это достаточно небольшая толщина и если не приклеить проволоки красиво форму лепестки держать не будут нагревается пистолет с клеем я решила придать форму лепесткам которые нужны для серединки и прежде всего нужно вот этот листик окрасить лепесток окрасить зеленый цвет я вот такой вот зеленый colorant как я уже говорила для фоамирана подходят буквально все краски но может быть не все все я не пробовала но все что я пробовала кисточку берем окрашиваем лепесток если нужно этого будет достаточно прогреваем краску она очень быстро высыпает потом нагреваем лепесток с противоположной стороны и прикладываем его необходимому инвентарю я пользуюсь повезло таким венчиком вот такой получается лепесток вы можете использовать или трубу то есть точно так нагревать лепесток над горячим воздухом и растягивать его по трубе самую узенькую трубу какую вы можете найти или же точно так нагреть и растягивать лепесток его на несколько тарелок то есть ставите несколько тарелок и и растягиваете вот такой получился лепесток делаем и желтыми лепестками нагреваем и растягиваем получился вот такой формы также можно в принципе заузить боковые листики тоже в этот листик получился тоже поинтереснее мы берем кисточку и наносим на него вот такой колер более яркого цвета на это делать перед нагревом и вытягиванием можно и после он высохнет вот такими движениями нам не нужно сильно закрашивать просто сделать немножко интереснее лепесток придаем ему дополнительный цвет будем приклеивать чуть выше середины то есть вот вот так еще для того чтобы задняя часть выглядела красиво тем более когда листике в приподнятом состоянии и и местами будет видно мы вырежем красивый кусок фоамирана и прикроем нашу проволоку знаем фоамиран нужной длины прикладываем смотрим чтобы провока была закрыта и делаем его более красивым то есть если будет такой кусок это будет не аккуратно а мы делаем из этой полоски своего рода лепесток обычно отрезаем края да я люблю складывать сюда так удобнее всего сейчас не сложилось ну неважно отрезаем края можно сделать немножко уже можно даже так и красиво вырезаем верхушку тоже может быть так как мы вырезали серединке чтобы она была более фигурная и если будет видно смотрелось красиво если не полениться то можно сделать на этом лепесточке даже прожилки чтобы было красивее но теперь приклеиваем наносим клей одинку листика наносим клей я в одном из видео тоже подробно это показываю наносим клей будет достаточно вкладываем проволоку и приклеиваем нужно подержать подольше чтобы точно все хорошо приклеилась теперь выглядит лепесток задней части то есть проволока спрятана не просто под куском фоамирана а под своего рода таким лепестком не то чтобы я очень любила клеить проволоку и работать с ней но именно для таких лепестков больших и для фоамирана 2 миллиметра без проволоки никак а хочется чтобы цветы были красивые держали форму именно такую как как задумывалась все лепестки подготовлены следующий этап приклеивания лепестков к пластиковой основе так наши лепестки все готовы какие-то из них благодаря тонировки стали ярче какие-то бледнее нравится когда в цветке присутствуют разные оттенки вот лепестки для нашей серединке а вот непосредственно серединка после того как я вклеила трубу в эту пластиковую миску с помощью клея серединка выглядит основа выглядит вот так отверстие мы сейчас закроем фоамираном для того чтобы когда будем одевать цветок на трубу меньшего диаметра это труба не прошла в это отверстие обрезка фоамирана я скручу такой рулетик рулончик и закрою с помощью клея сейчас намажу его клеем и закрою это отверстие вот так вот выглядит конструкция после того как мы закрыли отверстие тем как приклеивать лепестки я также задекорирую бортик вместе с помощью таких тоненьких полосок фоамирана вот так внесла клей и приклеила полоску первый ряд я буду делать из двойных лепестков то сейчас я буду склеивать два лепестка вот здесь наносим клей приклеиваем мирование первого ряда нам понадобится четыре таких веера из двух лепестков раз два три и четыре вступаем непосредственно к приклеиванию берем лепестки откинаем уголок вот так вот наносим клей и приклеиваем где-то к середине миски то есть не к низу не к верху где-то посередине вот так вот вот сюда вот в это место еще два лепестка точно таким же образом то есть загибаем уголок наносим сюда клей мы приклеиваем рядом вот так ну может быть совсем немножко в наклёст имя такими веерами нам нужно полностью закрыть этот ряд ряд лепестков готов так выглядит цветок когда приклеены первые лепестки и теперь начинаем приклеивать второй ряд лепестков он будет состоять уже из одиночных лепестков которые мы будем клеить между предыдущими двумя лепестками в эти просветы еще нужно выбрать самое красивое на ваш взгляд четыре лепестка которые мы приклеим сверху в самую серединку беру первый лепесток наношу клей его вот сюда чуть 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 ниже совсем чуть чуть точно также приклеиваю лепестки в это в это и это отверстие так выглядит цветок после того как мы приклеили второй ряд лепестков цветок после того как мы приклеили второй ряд лепестков начинаем приклеивать третий ряд точно также в просветы между двумя предыдущими лепестками вот так как все четыре ряда приклеили я хотела ограничиться четырьмя рядами лепестков но потом не захотелось сделать пион попушнее я добавила еще один ряд то есть у нас будет окончательном варианте 5 рядов лепестков всего 24 лепестка одного размера в принципе вы можете сделать пион еще пушнее и добавлять столько рядов лепестков сколько сочтете необходимых то есть это может быть и 6 и 8 зависит от того как вам больше нравится и начинаем приклеивать лепестки в серединку прикладываем лепесток благодаря тому что он приклеен к проволоке мы можем придавать ему форму такую как нам нравится как необходимо я вот так вот его загибаю здесь буду приклеивать наносить клей непосредственно на эту часть и приклеивать к трубе и немножко одну месте и потом уже выравнивать как мне захочется может быть так может быть наоборот выгнать в ту сторону то есть буду уже определяться когда приклею все и так я приклеила первый из четырех лепестков самого верхнего ряда там уже буду смотреть я его поверну вот так или так таким образом я приклеила первый лепесток из самого верхнего ряда и сейчас приклею три остальных теперь приступаем непосредственно к серединке сначала мы будем использовать вот эти зеленые листья помощью мы спрячем трубу наносим клей сюда и приклеиваем к трубе вот так или первый лепесток и теперь как бы прикрываем его вторым лепестком в нахлёст то есть клеим сбоку и нахлёст вот так а также мы приклеиваем третий лепесток сбоку и в нахлёст таким образом мы задекорировали трубу и сделали серединку пиона теперь нам нужно склеить между собой два лепестка и сделать шесть таких заготовок которых мы впоследствии приклеим вокруг этого основного лепестка серединке пиона наносим немножко клея на боковую часть и приклеиваем цветок ой лепесток немножко клея на боковой части приклеиваем лепесток и теперь наносим клей сюда у нас получается такая вот такая вот деталь для серединке пиона наши шесть заготовок начинаем их приклеивать будем приклеивать их вокруг центральной части вокруг серединке я наношу клей не вниз а сбоку и буду приклеивать сбоку вот так что нам осталось делать приклеить желтые лепестки они не должны полностью закрыть красивую зеленую серединку то есть будем клеить их соответственно они должны быть чуть чуть выше но не закрывать начнем приклеивать к бортику то есть большим розовым лепесткам так чтобы были чуть чуть выше зеленой серединке вот так клеим лепестки сначала этот ряд и потом ниже так мы наклеили ряд лепестков вокруг зеленой серединке и теперь еще вклеим несколько штук непосредственно между зелеными лепестками и этим рядом так пион готов регулируя проволоку мы его можем делать больше или меньше пушистее или более плоским как нам больше нравится получается а а и и Продолжение следует...